Найдите длину отрезка внутри квадрата на рисунке. Как обычно перед просмотром жмите паузу, пробуйте решить. Обозначим вершины квадрата, например, буквами A, B, C и D. Точку внутри квадрата обозначим, например, буквой E. По условию сторона квадрата равна 5, а это значит AD будет равно AB и равно 5. Заметим, что стороны треугольника ADE равны числам 3, 4 и 5, которые представляют собой так называемую пифагорову тройку. Так как для этих чисел выполняется теорема пифагора. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. А это значит треугольник ADE прямоугольный. И его больший угол AED, лежащий против большей стороны равной 5, будет равен 90 градусам. Теперь для нахождения длины отрезка BE удобно достроить его до прямоугольного треугольника. Для этого через точку E проведем прямую параллельную стороне квадрата CD. Точки пересечения этой прямой со сторонами BC и AD обозначим, например, через F и H. Тогда по построению FH будет параллельно CD. А CD как сторона квадрата будет перпендикулярна сторонам BC и AD. Но тогда и FH будет также перпендикулярна сторонам BC и AD. И при этом из прямоугольника DCFH FH будет равно CD, DH будет равно CF, а значит и AH будет равно BF. Теперь из прямоугольного треугольника ADE найдем высоту EH. С одной стороны площадь треугольника ADE равна полупроизведению его катетов AE и DE. С другой стороны эта площадь равна половине произведения основания AD на соответствующую этому основанию высоту EH. Из последнего равенства находим EH. Получаем 12 пятых. Теперь можно найти длину отрезка EF, как разность FH и EH. Получаем 13 пятых. Из прямоугольного треугольника AEH по теореме Пифагора найдем AH, которая, как мы выяснили, будет равна длине отрезка BF. То есть BF равно AH, а AH будет равно квадратному корню под корнем от квадрата гипотенузы AE. Отнимаем квадрат катета EH. Подставляем под коренное выражение, можно по-быстрому найти, используя формулу разности квадратов. Извлекаем корень, получаем 16 пятых. Ну и теперь из прямоугольного треугольника BEF находим по теореме Пифагора длину стороны BE, как корень квадратный из суммы квадратов катетов BF и EF. Подставляем ранее найденные длины сторон и получаем квадратный корень из 17. Пишем ответ. Длина отрезка внутри квадрата на рисунке равна квадратному корню из 17. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал.